Переходник конвертер. HDMI на DVI-I. Обзоры и подключение. Мы сейчас подробно рассмотрим. Этот переходник я купил на Алиэкспресс и стоит он очень дешево. При этом вы также можете заказать себе этот самый переходник и использовать его для подключения монитора или возможно для вывода изображения. А вот у меня вот такой вот разъем. Это вот у нас разъем DVI. С одной стороны DVI-I разъем. Вот такой вот 4 штырьки у него. 24 контактный разъем плюс 4 контакта. Цифровой выход. А с другой стороны у нас конвертер. Его можете назвать конвертер, переходник. Вот наш HDMI разъем. Давайте подробнее рассмотрим как он подключается этот самый разъем к нашему компьютеру и посмотрим изображение как выводится. Не бывает ли какие-либо помехи и можно ли вообще использовать такой переходник. Не случится ли с нашей видеокартой какие-либо проблемы при подключении таких переходников. И возможно этот переходник довольно отличное решение для подключения каких-либо устройств. Теперь я хочу показать вам принцип подключения этого самого переходника. Для чего он служит и как он подключается. Ведь вы наверное хотите узнать как подключить этот самый монитор по этому самому переходнику. Все очень просто. На нашем компьютере есть видеокарта. На видеокарте есть разъем. Вот такой вот у него разъем. HDMI разъем. И к нему подключается этот самый штырек, который у нас имеется. Вот у нас HDMI разъем. И к нему мы подключаем наш переходник. Подключив наш переходник, у нас есть вот здесь штырек. Этот самый DVI разъем теперь становится HDMI разъемом. Мы подключили по переходнику. Вот наш самый разъем HDMI. Вот у нас один единственный порт HDMI. Также на вашей материнской плате может быть встроенный HDMI разъем. Вот такой вот разъем. И этот самый разъем, если есть на вашей встроенной материнской плате, можете к нему подключить этот самый переходник. И он будет использоваться как переходник. Конвертор. Конвертор с HDMI на DVI. Вот мы его подключаем к этому самому разъему. И теперь у нас стал полноценный DVI разъем. На нашем мониторе есть вот такой вот кабель подключенный. Это называется разъем DVI-I. Этот кабель идет с нашего монитора. Возможно на вашей, возможно на вашей мониторе присутствует такой вот разъем. И его вы подключаете как обычный. Но на вашей видеокарте может быть не работать этот самый разъем. Или возможно какие-либо помехи с этим разъемом. У вас нету видеокарты, есть HDMI только разъем. А вам нужно просто по переходнику подключить по современному разъему именно DVI-I. А на мониторе нету HDMI разъема. В этом способе нам поможет этот самый переходник. Наверное вы теперь меня поняли. Потому что на вашем мониторе нету HDMI разъема. А на вашей материнской плате присутствует HDMI разъем. И тогда этот переходник будет в самый раз. Подкручив его по этому самому переходнику, вы получите тот самый разъем. Давайте мы его подкручим. Обязательно правильно подключаем. Кабель нужно вот таким образом подключать. Таким образом он подключается. Я его до конца поддел. Теперь, после того как я его до конца воткнул, просто мы его здесь закручиваем. С этой стороны и с другой стороны. И с обратной стороны. С другой стороны фиксируем, чтобы наши контакты были крепко-крепко посажены. И чтобы его невозможно было вытащить. И теперь его просто так не вытащить. Как видим, вот у нас полноценный разъем. Этот разъем будет с DVI-I разъема, который подключен к нашему монитору. Это будет подключение по HDMI кабелю. Теперь это, можно сказать, переходник с DVI-I на HDMI. Его подключаем в разъем нашего HDMI нашей видеокарты. И теперь попробуем все это запустить и проверить вообще, будет ли работать наш монитор. Включаем наш компьютер. И проверяем запуск, как у нас запустится наш монитор. По этому самому кабелю. Скорее всего нам нужно полностью перезагрузить. У меня в ждущем режиме стоял и возможно изображение появится. Теперь давайте попробуем включить наш компьютер. Он у нас находится в ждущем режиме. И давайте запустим и проверим, как запустится по этому самому переходнику. Включаем наш компьютер. И вот момент истины, друзья. По нашему переходнику он должен выдать изображение. И вот спасение. По нашему переходнику все работает. Изображение есть на нашем мониторе. То есть этот самый переходник сейчас нас спасает. Это подключение по HDMI к переходнику на DVI. То есть HDMI это разъем, который подключается к нашей видеокарте. По нему идет переходник на DVI. И идет наш кабель, который также по DVI к монитору. Никаких помех нет. Изображение все четко отрабатывает. То есть смотрим разрешение экрана. Все прекрасно. Определяется наше разрешение. И наш монитор работает. И все определяется. Давайте попробуем кабель подергать туда-сюда. Вот у нас кабель. Давайте это отключим. Выключил. Изображение сразу же пропало. Нет изображения. И давайте подключим заново. По этому самому переходнику. К нашему HDMI разъему. Подключил. Изображение должно появиться. Вот изображение появилось. То есть это у нас активный конвертер-переходник. Именно с этого самого разъема. Теперь давайте, друзья, подумаем, что можно сделать. Как подключить этот самый переходник. Возможно такой случай у вас. Возможно давайте это откручим. Кабель. Возможно у вас такой случай. На вашем мониторе присутствует разъем HDMI. Вот этот самый HDMI разъем. И у вас, если есть на вашем мониторе разъем HDMI, то вы подключаете этот самый переходник к вашему HDMI разъему. А здесь с помощью переходника вы уводите на ваш компьютер. И можно таким образом подключать ваш монитор. То есть этот самый разъем выступает в качестве переходника. Но на моем мониторе нету этого самого разъема. Если на вашем у вас более современный монитор, где присутствует разъем HDMI, то просто подключаете этот самый конвертер. И отсюда уже можете уводить на ваш компьютер. Этот самый переходник мы можем использовать для подключения нашего телевизора. У нас есть разъем HDMI на нашем телевизоре. У нас телевизор Samsung. И давайте попробуем к нему подключить этот самый переходник. И вторую сторону DVI разъема подключим к нашему компьютеру. Надеюсь у нас получится и изображение выдаст. Потому что у нас ведь этот переходник должен работать. На нашем телевизоре нету DVI разъема, только HDMI. И давайте мы к этому приступим. Вот у нас здесь с боковой стороны можно подключить разъем HDMI. В один из портов давайте подключим. Допустим это пусть будет центральный порт. И к нему мы просто подсоединяем этот самый разъем. Вот я его подключил. Кабель активно подключен у нас. И вторую сторону кабеля мы просто подключаем к нашему компьютеру. Подключаем его в разъем DVI. И фиксируем его. Вот мы его подключили. В итоге у нас подключение выполнено. До конца его подключили. И теперь давайте попробуем, испытаем. Будет ли изображение на нашем телевизоре. И вообще можно ли с помощью такого переходника подключать его к телевизору. Ведь многие задаются вопросом. А как с HDMI на DVI переходник конвертер взять. И подключить его с помощью DVI порта. Ведь к нашему компьютеру. И будет ли вообще изображение. Не хотят покупать HDMI кабели. И возможно с помощью такого переходника мы попробуем это проверить. Листаем вправо. И вот, друзья. Наш монитор работает. В итоге мы подключили его по этому самому разъему. Что мне интересно. Здесь почему-то он не определяет полностью. Здесь какие-то полосы сбоку. Но это понятно. Это ведь переходник. Но изображение все же появилось. Давайте попробуем на мониторе что-либо сделать. На нашем телевизоре. С помощью мышки. Давайте посмотрим разрешение экрана. Возможно нужно перезагрузить. Чтобы все это работало прекрасно. Параметры экрана. И посмотрим какое это разрешение. У нас разрешение 1768 на 992 точек. Давайте выставим рекомендуется 1920 на 1080. Почему-то разрешение он сбил. И сделал его меньшим. Давайте это проделаем. Давайте выставим самое полное разрешение экрана. Вытянем наш ползунок до самого верха. Вытягиваем наш ползунок. В итоге я сделал полное разрешение. Применить. И давайте нажмем сохранить изменения. Окей. И теперь у нас полноценное разрешение экрана. И таким образом у нас наш переходник работает. Но мне не нравятся какие-то полосочки здесь. С помощью этого переходника. А вот они полоски пропадают. Все же нужно его качественно закрепить здесь. Возможно я не закрутил здесь до конца. Все-таки да. Здесь нужно подкрутить его. Чтобы переходники он крепко сидел. И не мог выпасть. Здесь он немножко сдвинулся. И видим что изображение все же есть. Все же присутствует. Здесь немножко сбоку съехал. Но и понятно. Мы ведь подключили его к телевизору с помощью переходника. Но все же он работает друзья. С помощью такого переходника вы можете подключить вашему телевизору. И все будет прекрасно работать. Обязательно смотрите чтобы этот переходник крепко сидел. И вот таких помех тогда не будет. А то вот здесь вот такие вот помехи. Вот видите. Вот они помехи какие-то есть. Мы нашли применение этого самого переходника. Теперь вы знаете что с помощью такого вот переходника. Вы можете подключить ваши устройства. Ваш монитор. Ваш телевизор. И именно HDMI на DVI нам в этом помог. Теперь вы знаете что подключение осуществляется с помощью таких переходников. В случае если у вас нету этого самого разъема. Этого самого разъема подключением. Подпишись друг подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк. Если видео понравилось.